МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Страсть красиво одеваться", идет у каждой из нас еще с детства. С тех самых пор, когда мы любили наряжать кукол. А ведь выглядеть стильно и оригинально совсем несложно. Правильно подобранные аксессуары украсит и внесут изюминку в любой наряд. И эти аксессуары можно сделать своими руками. Это не займет много времени, не потребует особых усилий, и в итоге вы получите уникальную авторскую вещь. Сегодня в программе вы узнаете, как своими руками быстро и просто сделать необыкновенные и очень модные аксессуары для создания романтического, запоминающегося образа. Обычное черное платье. Оно кажется особенно мрачным и скучным, если душа требует радужных красок. Как его оживить? С этим вопросом мы обратились к дизайнеру Татьяне Мастеровой. Яркие колготки, шарфик, босоножки, очки и бижутерия хендмейт – вот что способны спасти ситуацию, считает Татьяна. Для создания образа мы выбрали очки в черно-белой гамме, в толстой оправе, что очень актуально этой осенью, и также с оригинальными дужками в зоотеме, в теме белого тигра. Очков для дизайна данных очков, в принципе, этого достаточно. Вы можете наклеить стразы по всей оправе, вы можете стразы наклеить на дужки. Это в зависимости от вашего желания. Украсить оправу можно перьями, бусинами, аппликациями, всем чем угодно. Если у вас есть время, потратьте его на творчество и подарите себе и близким маленькие произведения искусства. Следующий аксессуар хендмейт – романтичные сережки из жемчуга. Такой момент, что отверстие в жемчужине должно быть достаточно большим, чтобы мы могли продеть нашу жемчужину, точнее ее одеть на сережку, вот таким образом. Бусину, оправу для сережки, стразы можно приобрести в любом отделе фурнитуры. Вот так вот быстро, буквально за пару минут, сережки готовы. И дизайнер переходит к декорированию колготок и шарфа. Роспись ткани – древнее искусство. Оно пришло в Европу из Индонезии, где роспись считалась ритуалом поклонения богам. Все рецепты красок держались в строжайшем секрете. Считалось, что одежда, украшенная росписью, защищает человека от всех напастей. Ведь художник рисует, передает через краску положительную энергию и позитивные чувства. Для росписи нам понадобятся колготки, трафарет-заготовка, несколько булавок и аэрозольная краска для текстиля. Мы берем колготки и на определенном месте, то есть вы можете даже на себе померить и посмотреть, где будет располагаться ваш рисунок. И сделать так называемые, ну как засечки. Засечки можно сделать мелом, кусочком мыла или с помощью нитки. Далее сворачиваем из бумаги трубочку и продеваем ее в колготки, чтобы создать имитацию ноги. Мы прикладываем наш трафарет на назначенное место и прикалываем наш трафарет при помощи игл, швейных игл. Для того, чтобы нанести аэрозольный краск рисунок, придется выйти на улицу. В помещении этого делать категорически нельзя. Запах просто убийственный. Начинаем, собственно, легкими движениями покрывать наш трафарет. Вот таким вот образом. Покрыли сейчас краской. Сразу трафарет не снимаем, даем краске какое-то время высохнуть. Сколько? Ну, это примерно 2-3 минуты, чтобы краска немножечко схватилась и у нас не размазался наш рисунок. После того, как рисунок подсох, снимаем трафарет. Аппликация готова. Ну все, теперь можно вернуться в мастерскую и продолжить работу. Теперь при помощи иглы и обычной швейной нитки мы пришиваем наши бусины к тому рисунку, который у нас получился. Очень аккуратно. Самое главное, чтобы расшивать колготки, нужно не перетянуть их и слишком не давить на иглу. Это тоже очень важно, потому что колготки могут повредиться. Это все-таки очень такой деликатный материал, который легко рвется. Творчество тем и хорошо, что нет никаких правил. Пришивайте жемчужины так, как подсказывает вам фантазия и не ошибетесь. Для того, чтобы расшить узор, вам понадобится игла для бисера, большой и маленький жемчуг и обычная нитка. Самый главный момент – не затягивать, чтобы бусинка была подвижной. Иначе капрон порвется, когда будете надевать колготки. Делом около бусинки две петли и узелок. И таким образом расшиваем весь орнамент рисунка. Итак, вот наш результат, который получился. Мы декорировали колготки и шарфик в одной тематике, в одном стиле. Это получилась у нас такая осенняя дымка. Очень такой оригинальный рисунок с капельками жемчужин. Они похожи на капли дождя. Как раз, мне кажется, для осени это прям будет очень здорово, оригинально. Расшить и разрисовать колготки можно по-разному. Не бойтесь экспериментировать. Расшитые колготки – писк сезона. Но не забудем и про обувь. У каждой из нас где-то лежат туфли, а может и не одна пара, которую по каким-то причинам уже не наденешь. Не торопитесь его кидывать, ведь с помощью минимальных творческих усилий в нее можно вдохнуть вторую жизнь. В гардеробе нашей героини как раз завалялась пара старой обуви. У дизайнера созрел план ее реставрации. Будем использовать кружево, черное кружево. Мы вырезали вот такую вот полоску. И будем также использовать нитку и иголку обычную. Татьяна разрезает полоску кружева пополам, прикладывает один из кусочков перепонки босоножки и пришивает. Затем выворачивает перепонку и подрезает лишнее кружево. Для уже завершения декора наших босоножек мы добавляем те же бусины, те же самые жемчужины, что у нас находятся на шарфике и на колготках. Бусины в художественном беспорядке рассыпались по туфелькам. Аксессуары для нашей героини готовы. Осталась еще последняя, но важная деталь. Вязаные сумки. Тренд 2012 года. Они популярны как в холодное, так и в теплое время года. А потому хотя бы одну такую сумку надо бы иметь в своем гардеробе. Вы ее можете сделать самостоятельно. И тогда этот аксессуар станет не только оригинальным, но и возможно вашим самым любимым. Модели вязаных сумок могут быть самыми разнообразными. Некоторые из них по силам лишь опытным мастерицам, а другие даже начинающим. Если вы ни разу не вязали, не беда. Мы попробуем рассказать вам, как это увлекательно и просто. Для модели мы подобрали вот эту вот сумочку, потому что она будет подходить по цвету. Красный цвет в этом сезоне очень популярен. Будем мы делать ее из шерсти для осени, потому что шерстяные сумочки осенью смотрятся как-то благороднее и актуальнее, чем хлопковые. Они плотнее, объемнее. В отделе фурнитуры вы можете приобрести любые ручки. Деревянные, пластиковые, серебряные. Для нашей сумочки Евгения использовала бамбуковые. Для того, чтобы связать такую сумочку, понадобится клубок шерсти, крючок и желание творить. Начинаем набирать косичку. Набираем столько петель, сколько нам необходимо для размера сумки. Обычно я начинаю с 14. Евгения захватывает нитку и протягивает ее в петлю. Получается косичка из воздушных петель. Следующий шаг вязание столбиком с накидом. Мы делаем накид на крючок. Встиваем крючок в петельку. И провязываем ее два раза. То, что мы связали, это вот это вот место. Только мы связали меньшее количество петель, соответственно, у нас получится маленькая сумочка. Здесь связано больше петель. И, как я уже говорила, нужно петель вязать столько, какой размер сумки мы хотим. То есть здесь петель меньше. Мы прибавляем, прибавляем по низу, прибавляем до середины. Потом начинаем убавлять. Сумочка называется «Точный мешок». Ее можно декорировать цветком, связанным по схеме воздушных петель и различным орнаментом. Обязательно следует вшить подкладку. В интернете можно найти сотни различных вариаций вязанных сумочек. Главное – загореться огнем рукоделия и вперед на творческие поиски. Юле, нашей героине, больше не придется грустить перед зеркалом. Черное платье, украшенное аксессуарами, заиграло совершенно иначе. Самое главное – такой легкий эпатаж пришелся по душе нашей героини. Девушке яркой и красивой. Мне очень понравился образ, который мне приготовили мастера. Такой необычный, романтичный, легкий. Мое черное платье обновили, сделали просто потрясающий образ, которым я безумно довольна. Спасибо большое мастерам. И я узнала теперь, что любые оригинальные вещи можно сделать своими руками. Существует множество способов декора одежды с помощью аксессуаров хендмейт. Для того, чтобы сделать, совсем не обязательно проходить мастер-классы, покупать дорогостоящие материалы, месяцами корпеть, добываясь результата. Очень часто придать изюминку и завершенность образу помогает воображение. С вами была программа «Семь пятниц» и я ее ведущая Елена Нижгородцева. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!